Привет, торосослушатели! В этом видеоролике с вами поговорим о той ситуации, которая на сегодняшний день у нас с нашими беженцами в Европе. По официальным данным, которые существуют у нас в мире, 8 миллионов граждан Украины выехали за пределы. На сегодняшний день осталось в Европе 5 миллионов 300 тысяч, из которых 4,5 миллиона проживают в Польше. Так что на Польшу, друзья, самая большая нагрузка. Соответственно, пособия. Ведь выплачивали пособия во многих странах с пособиями сейчас проблемы. Пособия перестают выплачивать, отменяется в тот же момент бесплатный проезд. Давайте будем разбираться по той информации, которая есть у меня на сегодняшний день. Хочу пригласить вас ко мне на мой телеграм-канал. Знаю, что YouTube не присылает уведомления о моих новых видеороликах. Для этого я и создал мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале выходят все мои видеоролики, а также там много другой полезной информации. Ссылочка на телеграм, как всегда, будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду вам за это очень благодарен. Давайте, друзья, начнем с Польши. Что там на сегодняшний день происходит? 1200 злотых в месяц такое вот пособие. На сегодняшний день уже это пособие снято. Конечно, его оставили для тех людей, у которых больше трех детей, для инвалидов, для беременных женщин. Всем остальным, скажем так, уже не повезло. Этим же категориям, скажем так, социально незащищенных людей, прособие продлили до 4 месяцев. Также с 1 июля перестал действовать бесплатный проезд в общественном транспорте в Польше. Кроме того, ведь есть те поляки, которые, скажем так, прохистылы наших с вами сограждан и предоставили им жилье. Для них же тоже предусмотрена компенсация в размере 1200 в месяц. Но тут, к сожалению, тоже говорят, есть перебои, есть перебои с выплатами. Польша не всегда успевает оплачивать, ведь вы помните, сколько наших с вами граждан туда уехало. Надо отдать должное нашим польским друзьям. В то же время осталась возможность пользоваться теми же школами бесплатно, медицинское обслуживание бесплатное для наших граждан, даже если выплата по пособиям прекратилась. Официальные представители власти Польши заявляют о том, что наши граждане и так могут адаптироваться и пойти на работу. В чем же заключается данная работа? Понятно, что эта работа невысокооплачиваемая, та работа, на которую сами поляки не хотят идти. Это какие-то посудомойщики, уборщики, работники на склад. То есть там, где зарплата низкая, а в тот же момент условия труда достаточно тяжелые. Если переводить на наши гривны, там 12-15 тысяч гривен в месяц, где-то возможная заработная плата. В Чехии, а именно в Праге, с 15 июня закрыли уже прием наших с вами беженцев. Потому что, говорят по мнению их местной власти, Прага исчерпала возможности. Исчерпала возможности по приему людей, исчерпала возможности по предоставлению той же, допустим, медицинской помощи для наших с вами беженцев. В Болгарии на сегодняшний день селят в такие вагончики для беженцев. Там очень мало места и в достаточно плохих условиях. Ранее в день предоставляли помощь в размере, если на наши деньги пересчитывать 700 гривен, а сейчас уменьшили до 230 гривен в день на питание. Первоначально правительство Британии заявляло о том, что они смогут предоставить очень большое количество виз для наших с вами граждан, тех, кто пострадали от войны. Но на практике выяснилось, что предоставляют визы только тем людям, у которых есть родственники, именно близкие родственники в Британии. Также была такая возможность уехать в Британии по спонсорству. Ты себе находил какую-то приемную семью в Британии, тебя там подселяли и, соответственно, правительство компенсировало этим людям расходы, связанные с вашим там проживанием. В последнее время, говорят, достаточно много конфликтов, связанных с приемными семьями и из приемных семей выгоняют наших с вами сограждан. Также похожая ситуация в Уэльсе и Шотландии. Это регионы Британии. В них говорят, что некуда селить. Так и в Лондоне такая же ситуация. Говорят, что людей попросту некуда селить. В Шотландии же поселяют на корабль Виктория Первая. Там говорят, что могут разместить больше 730 наших с вами сограждан. Но, к сожалению, условия размещения достаточно плохие. Если рассчитывать по площади на одного человека, то это 2 метра и 20 сантиметров на человека. Достаточно маленькая, конечно, площадь. В тот же момент есть такое сравнение по тюрьмам для Шотландии. В тюрьме, если человек сидит в Шотландии, то ему должно быть 4,4 метра. То есть в два раза, чем для наших с вами беженцев. В Бельгии возникли проблемы для наших с вами граждан, которые там временно поселились. В связи с тем, что летние отпуска и владельцы недвижимости просят наших с вами сограждан покидать Бельгию. Есть, конечно, вариант арендовать жилье в Бельгии. Но в тот же момент у них принято 3 года контракт. Достаточно длинный контракт на аренду жилья. А временная защита, как вы знаете, в марте следующего года у нас заканчивается. Конечно, возможно, что если война будет продолжаться, ее дальше и продлят. Но на сегодняшний день при таких условиях не хотят даже сдавать в аренду жилье. В Германии, в которой живет несколько сотен наших с вами беженцев, достаточно, вы знаете, рачительное отношение к коммунальным услугам. В том же электричество в воде, потому что в Европе, в Германии самые дорогие коммунальные услуги. Вот, соответственно, сами граждане Германии экономят. Естественно, те люди, которые у них живут, тоже к ним есть такое требование, чтобы экономить на коммунальных услугах. То есть, не сильно часто мыться, потому что мы все-таки привыкли в Украине часто мыться. А в Германии у них так вот принято особо этим не, скажем так, злоупотреблять. Понятно, что с отоплением тоже в Германии проблемы никто толком там не отапливается. И, естественно, для нас с вами немножко это чуждо. Помощь в Германии составляет 449 для одного человека. 404 евро, если это супружеская пара на каждого. От 285 до 360 евро на ребенка. Самая, кстати, большая помощь в Евросоюзе. Также многие наши сограждане перебираются из других стран во Франции. Во Франции платят 200 евро на человека. До начала войны на территории Франции было очень мало наших граждан, потому что не было такого законодательства. В основном Франция была транзитной страной. Ехали в Испанию, там более были лояльные условия для трудоустройства наших граждан. Но на сегодняшний день Франция тоже принимает наших с вами сограждан. По официальному исследованию, к нашим с вами беженцам хуже всего относятся в Италии. Это во всем Евросоюзе. В Польше лучше всего отношения. Они не понимают, что там такое происходит. Для них это достаточно далеко. Считают, что надо с Путиным, который убивает каждый день наших с вами граждан, надо о чем-то там попытаться договориться, что-то уступить. То есть для них это вообще все непонятно. В тот же момент помощь на взрослого 300 евро, на ребенка 150 евро в месяц. И это все оплачивается в течение трех месяцев. Как вы видите, друзья, из моего повествования, кольцо, скажем так, над нашими беженцами сжимается. Я так понимаю, что те люди, которые уехали и там находятся уже больше четырех месяцев, надо как-то в любом случае пытаться социально адаптироваться, идти на какую-то работу, что-то там придумывать, потому что никто вечно содержать не будет, вечно какую-то помощь выплачивать не будет. Вот такая вот, друзья, информация по нашим беженцам в Европе. Если видосик понравился, пальцы вверх поставьте на канал, не забудьте подписаться. Всем всего самого наилучшего, скорейшей нам победы и, естественно, мирного неба над головой.